За прошедшую неделю на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 110 происшествий. Из них 9 преступлений, 5 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 38 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью недопущено. В целях проверки условий сохранности огнестрельного оружия в период со 2 по 3 ноября проведено профилактическое мероприятие «Ружье». Проверено 185 владельцев, составлено 79 актов проверки, принято 9 заявлений на утилизацию, приглашены в Центр лицензионно-разрешительной работы на беседу 12 владельцев. В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах, с 4 по 6 ноября проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный город». Нарушений общественного порядка не допущено. В целях пресечения фактов невыполнения водителями транспортных средств обязанностей, предусмотренных правилами Дорожного движения Российской Федерации, при перевозке детей на территории города Наринмара и поселка Искатели и прилегающих дорогах Ненинского округа, а также с целью профилактики правонарушений в сфере безопасности Дорожного движения, предупреждения и пресечения грубых нарушений правил Дорожного движения, 1 ноября проведено специальное мероприятие «Детское кресло». Проверено 270 транспортных средств, составлено 9 протоколов об административном правонарушении. 4 ноября в Наринмаре в районе памятника подвигам участников олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны состоялся митинг ЛДПР, посвященный Дню Народного Единства. А также на центральной площади в поселке Искатели состоялся концерт, посвященный Дню Народного Единства. 5 ноября в поселке Искатели в сквере напротив часовни прошло торжественное открытие скульптурной композиции святым благоверным князю Петру и гнягине Февронии Муромским. 5 ноября во Дворце культуры Арктика губернатор Ненецкого автономного округа провел встречу с населением округа. 6 ноября в городе Наринмаре от дома номер 11 по улице Смедовича на площади Ленина состоялся исшествие митинг КПРФ, посвященное 99-й годовщине Октябрьской социалистической революции. Нарушений в период проведения мероприятий общественная порядка не допущена. С 1 ноября стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2016». Напомню, по итогам второго этапа конкурса определился победитель, старший участково-уполномоченный полиции Шистарев Стас Игоревич, который представляет наш Ненецкий автономный округ на заключительном этапе Всероссийского конкурса. Уважаемые жители Ненецкого автономного округа и гости нашего города, просим вас поддержать наш округ и нашего старшего участково-уполномоченного Шистарева. Для того, чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт ОМВД России по НАУ в раздел «Народный участковый», либо на страницу ОМВД ВКонтакте, пройти по ссылке на онлайн-голосование, затем авторизоваться путем одного из аккаунта социальной сети, найти среди регионов Ненецкий автономный округ и лайкнуть. Временно исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Ненецкому автономному округу полковник полиции Александр Агрысько в присутствии личного состава отдела ГИБДД поблагодарил сотрудников Дорожно-патрульной службы за проявленный профессионализм и грамотные действия и вручил благодарности. 3 ноября текущего года в отделе ГИБДД состоялось награждение сотрудников Дорожно-патрульной службы за добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм и грамотные действия по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также за задержание мужчины, совершившего незаконное проникновение в магазин в Наринмаре. В спортивном зале среднеобщеобразовательной школы номер 4 города Наринмара состоялось торжественное открытие мобильного автогородка юного пешехода, в котором приняли участие сотрудники госавтоинспекции округа, руководители департамента образования округа, а также представители нефтяной компании «Востокнао». С помощью мобильного автогородка юные школьники смогут не только изучать правила дорожного движения, но и моделировать различные ситуации, возникающие на проезжей части. Автогородок включает в себя набор переносных дорожных знаков и макеты пешеходных переходов с действующими светофорами. Почетное право быть первыми испытателями автогородка было предоставлено юным воспитанникам детского дошкольного образовательного учреждения округа «Центр развития ребенка детский сад «Анушка», которые в игровой форме рассказали школьникам о роли дорожных знаков, светофоров и разметки, а также прочитали стихи о том, как следует вести себя на проезжей части. В свою очередь сотрудник ГИБДД поздравил детей с очень полезными приобретениями и выразил надежду, что занятия в автогородке будут проводиться регулярно. Также полицейский отметил, что уроки безопасности, проводимые в мобильном автогородке, будут играть важную роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В завершении презентации детям вручили светоотражающие фликеры и рассказали об обязательном ношении их на одежде в темное время суток. В преддверии праздного дня юриста Совет судей Нинецкого автономного округа проводит турнир по волейболу. В турнире принимает участие сборная команда судов НАО, собрание депутатов округа, прокуратура Нинецкого автономного округа и команда Динамо ОМВД России по НАО. Команда Динамо ОМВД России по НАО одержала две победы, сыграв с командами собрания депутатов округа и прокуратурой. 8 ноября текущего года в 19 часов состоится игра за первое место и игроки команды Динамо встретятся со сборной команды судов округа. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Старт», расположенный по улице Меншикова, города Наринмара. Болельщики и все желающие смогут посмотреть и поддержать участников турнира по волейболу. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова